Йо-йо-йо, здорово! И с вами Димон Массел, и это P50 Pro и Mate 40 Pro. Чёрт подери, пока они у меня на руках, нам нужно их сравнить, почему бы нет, по экранам и по камерам. Понятно, что по автономности это оба классные телефона. Huawei замечательно держат зарядку, они прикольные, они плавные, но камеры, они отличаются. Давайте начнём с внешних отличий. Вы посмотрите на телевик, 3.5x у P50 Pro и 5x у Mate, вы посмотрите. Телевик Mate, хоть он и пятикратный, он меньше, там линза маленькая. Значит ли это, что он будет хуже, выясним. Значит так, камеры у нас протёрты, как есть, так есть. Я, значит, у нас что делал? Снимал с включенным искусственным интеллектом, именно с тем, про который вы все брехуны мне орали, когда я снимал Mate 50 Pro в магазине, где он опозорился перед Fold'ом, и вы говорили, нет, у меня Huawei, он 100% лучше фоткает, чем Fold 4. Ничего не знаю, как есть, так есть. Попадёт на руки, посмотрим. Пока что это был экспресс-тест по одному кадру. Так что выводов делать не стоит. И экран у Mate 50 Pro мне не понравился. У Mate 40 и 50 мне экраны не нравятся. У P-шки мне экран понравился. Значит, смотрите, вот первым делом, когда мы вот так вот смотрим, что мы видим какие-то отличия, пока что не видим. Посмотрим, что будет на готовых кадрах. И в темноте мне сразу картина не понравилась. Я вам сейчас покажу, что происходит на этих телефонах в темноте. Значит, смотрите, вот я иду в тёмное помещение. Так топчу. И вот как они видят это помещение изначально. Здесь всё сдуреть какое зелёное. На Mate'е на P-шке как-то всё поадекватней, правильно? Теперь смотрите, если я хочу сделать кадр. На Mate'е делаю кадр. В ночном режиме, конечно же. Выдержка 10 секунд. Не стесняется делать, дадут какую-то длинную выдержку. Может, кадр будет и хорошим, но выдержка пипец. Так что я всё размажу, потому что, извините, я штатив с собой не ношу. И как делает это P-50 Pro? Значит, смотрите, делаем также ночной режим. Делаем снимок. И адекватная выдержка в одну секунду. При этом результат готовый выходит следующим. Смотрите. Вот, пожалуйста, готовый результат. Так. Здесь всё смазалось, потому что выдержка длинная. Здесь всё чётко. При этом по цветам 50-й и то сделал лучше. Потому что здесь розовое полотенце стало белым, всё стало смазанным. Приблизить кадр можно выше, лучше. Вот, видите, больше на 40-м, опять же. Одеяло здесь вообще непонятно какое. Тут с рисунком. То есть, выдержка в 7 раз меньше. С 40-ка сделала в ночи кадр лучше. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, как неадекватно выглядит ширик. Давайте сначала основной модуль. Вот так выглядит лестница на Fold 4. Так выглядит код. Вот, когда я пишу видео. Теперь, как это выглядит на Fold 4. Смотрите, как мутно. Посмотрите, как на 50-ке мутно. Ужасно. Смотрите, как на 40-ке. Темно, но чётче. Правильно же? Ну, явно чётче. Но темно, я согласен. Но чётче, значительно чётче фотографии. Здесь прям всё какое-то мутное. Мне не нравится. И ширик. Смотрите, как выглядит ширик. Я беру, делаю ширик. Тут всё вот такое жёлтое, яркенькое. Да, вот такое. Здесь же на ширике всё выглядит следующим образом. Вот такое очень-очень шумное. Но это всё не важно, как оно выглядит. Главное, как оно есть после готового кадра. Согласны? Согласны. Но ещё я согласен с тем, что нужно сравнить экраны. И многие брехуны кричали на меня, что вот, Mate 50 Pro, там лучший экран, лучшая камера. Я вам скажу, что так кричали только те брехуны, которым занесли деньги, потому что Huawei официально из России не ушёл. Соответственно, блогерам что рекламировать, как не Huawei, как раз, которые могут им спокойно занести за тот товар, который продаётся официально у нас в России. Так что давайте посмотрим. Значит, смотрите. Mate 40 я продаю за 42 тысячи рублей. P50 Pro за 45. И, если мы вбиваем в интернете одну и ту же фотку красного, моё любимое сравнение экранов, да? Посмотрите, насколько экран пишки, он краснее. Видите? Красный, оранжевый. Фильтр синий отключён, яркие цвета стоят и там, и там. Здесь экран и ярче, и цветастей. То есть, вот здесь чётко видно, что тут прям в красный, тут прям в оранжевый. И сама фотка, она ярче, белый, белее. Вот если включить максимальную яркость, и там, и там, она сейчас включена, кстати. Посмотрите, какой здесь белый яркий, и какой здесь он мутоватенький. Заходим в настройки. Тоже смотрите, насколько ярче экран здесь. А здесь какой-то зелёный отдаёт даже, я бы сказал. Если отключить тёмную тему, то тоже самое, смотрите, ярче и менее зелёный. Здесь ещё экран очень сильно загнут. Я люблю сильные закругления, но они так отсвечивают зелёным, что я вот даже не знаю. Ну, видите, да, насколько идеальный белый. Понятно, что, может, в 50-ом картину подправили, но когда я зашёл в магазин, мне сразу показалось, что у Mate 50 Pro тоже экран хуже, чем на P50 Pro. Так что я вот что-то, Mate, мне не нравится. Итак, теперь мы едем смотреть готовые снимки с камеры. Понятно, что по скорости работы, по автономности, телефоны классные, по оболочке приятные. В Mate 40-ом разблокировка по лицу покруче, где там есть специальный сенсор, специальный, так сказать, то в датчик или как он там. Но это всё неважно, ладно, давайте. Мы же все здесь хотим камеры сравнить. Вот давайте и сравним. Задрала эта яркость падать, конечно. Надо было автояркость мне отключить, что-то я тупой. Так. Значит, начнём с вот этого кадра. Я когда ходил, вот до того кадр был готовым, то на 40-ом он сразу получался чёткий, контрастный. На Mate он только после готового кадра становился настолько же сочным и контрастным, как здесь. Значит так, ладно, смотрим. Чё, поехали, собрались. Собрались, ребята. Смотрим на мусорку, что мы можем разглядеть. Здесь Mate чётче. Почему я так говорю? Хоть он и приближает картинку меньше, но смотрите. Вот, например, те наггетсы в помойке. Они более золотистые и более детализированные на Mate. Mate у нас слева. По вырезу фронталок, поймёте. Пакет с кормом кошачьим. Ну, тоже почётче на Mate. Хотя изначально кадр был чётче на пишке, до того, как я сделал готовый кадр. Далее стол тоже 12 мегапикселей. Попробуем рассчитать, что тут написано. Ну, 100 даль читается и там, и там. А строчка под 100 далем. Что здесь не читается? Что здесь ещё больше не читается? Далее. По детализации свитера на заднем фоне. Смотрите. Так, фиговенько. Это почётче сеточка. Хоть и цвета мне больше нравятся на пишке. И здесь. Так, ну, тут всё похоже. Но детали стены, наверное, чуть больше на Mate. И вот давайте телек посмотрим. А вот телек более такой насыщенный стал на пи. Ну, может, даже пересыщенный. Вот здесь как-то более правильный свитер получается. Всё прям посинел. Ну, как-то вот так. Вот дальше, значит, поехали. Смотрите. Это пока что тоже 12 мегапикселей. Тоже поярче на пишке как-то снимочек, да? Додо Пицца читабельно здесь и здесь. Люби себя читабельно. Слева что написано от Люби? Непонятно. А здесь? Ну, тоже то, что слева от Люби себя, тоже непонятно. Но Додо Пицца тоже читается. Аптеки и номер тут есть. И здесь аптеки и номер есть, но помутнее. Но, наверное, пишка чуть лучше. Далее уже 50 мегапикселей, Hi-Res, все дела. Кто-то там говорит, включаю искусственный интеллект в режиме Hi-Res. А там эта кнопка даже пропадает. Вы что, глупые? У вас что, вообще Huawei не было? Что вы изучаете? Смотрите, что случилось в Hi-Res. Здесь кадр четкий. Я вижу лицо. Нормально вижу. Здесь кадр, блин. Вот, 12 мегапикселей. Я включаю 50 мегапикселей и лицо нафиг пропадает. Вы что, серьезно? Вы серьезно? Я даже Додо Пицца еле читаю. То есть дома в плохом освещении 50 мегапикселей Huawei. Вообще не рабочая тема. На Mate же тоже стало как будто хуже. И фотка стала темнее. Даже белый, не белый. Прям печаль, беда. И вы мне все говорите, какого фига твой Fold сфотка лучше на 50 мегапикселей? До такого, что Huawei в плохом освещении вообще 50 мегапикселей плохо фоткает. Да и в хорошем тоже не лучше, чем Fold. Короче, мрак. Это тоже 50 мегапикселей. Смотрим. Тоже 100 даль. Вот здесь чуть-чуть я уже вижу, что это способ применения написанной дозы. Видите? На пишке херня. На Mate стало получше. Ну, как-то вот так вот. По цветам стало хуже после включения. А теперь в темном освещении 50 мегапикселей. Это тот контент, который вы заслужили целиком и полностью. Значит, смотрите. Тут все похоже по детализации. В плохом освещении 50 мегапикселей фигня. И код в коридоре. В плохом освещении 50 мегапикселей. Ну, тоже никакой детализации шерсти тут и близко не пахнет. По цветам все по-разному. Ну, наверное, я за правый вариант. Не знаю, почему. И улица в разрешении 50 мегапикселей. Смотрим на вот эти веточки. Ультруб тут поставить на 108. А бы их так разнесла обоих просто. И так же и 50 разнесла бы, Mate. Ну, здесь, наверное, чуть-чуть числево кадр получился. Это видно особенно по заборинкам на заднем плане. Которые тут смазаны, а тут четкие. Mate лучше в 50 мегапикселей сделал фотку. Со своим Кирином. А здесь Snapdragon 888. Так, значит, далее. Еще один кадр. Рисунок шины есть. Рисунка у шины практически нет. Mate лучше. Это тоже 50 мегапикселей, по-моему. Нет, это уже 12, кстати. А предыдущий был еще не 12. Ну, вот так вот. То есть, смотрите. 12 мегапикселей рисунок шины есть. 50 мегапикселей. И рисунок шины стал хуже. Вот такие вот 50 мегапикселей. При этом светло на улице. День ярко. Ширик смотрим, сравниваем. Но здесь ширик явно лучше на 40-ом. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, хотя нет, смотрите. Детализация вот этой штуки, она лучше слева. Она явно четче слева. Но вот по крыше я вам хочу сказать, что по крыше, да тоже четче слева. Просто цвета другие мне изначально показалось, что по контрастнику картинка справа, но по деталям картинка лучше слева. Шероховатости дерева намного лучше видны вокруг этого сучка на мейте. Далее зум. 3,5-5 раз. И здесь очень похожий результат. Похожий, похожий. Но более зеленая травка и более яркие цвета, они все-таки на 40-ом. Все-таки чуть более зеленый, чуть больше цветопередачи у них получилось. И в темных условиях, где вот темно, да, зум тоже лучше вытянул картинку на 40-ом. То есть 3,5, они хороши. Вот. Это еще, это уже 10х и там и там. И здесь в 10х, что у нас получилось, тоже лучше, картинка почетче на 3,5х вот этого телефона. Как я и вначале показал, хоть всего лишь 3,5х, вы думаете, ну там видите, какая большая лица, там большой сенсор, там все круто. Вот еще вам одна десятка. И тоже, видите, во-первых, снимок получается ярче, во-вторых, четче чуть-чуть. Это 10х и там и там. Далее лестница. Ну тут видно, что она прям четкая, живая, деревянная. Тут какая-то зеленая, фу. Далее комната. Вот здесь выдержка была секунда, а тут выдержка была, блин, по 10 секунд. И соответственно, Huawei Mate 50, и он, ой, 40-ой, он в этом плане ужасен. Килы длинную выдержку, а снимок получается по качеству плюс-минус такой же. Так если у вас нет штатива, то получается смазанная фигня. Я делал много кадров, и везде по цветам он не дотягивает, он плохо передает цвета вот на этого розового полотенца, в отличие от сорокового, даже с такой длинной выдержкой. И, в принципе, снимок, я не скажу, что получается ярче, чем даже за одну секунду на 50-ом. И все равно получается, вот здесь я вижу скотч хорошо, здесь как-то плохо я вижу скотч, даже за одну секунду. Короче, ночью пишка 50-ая, топчик. Это ширик. А что так много кадров? Так, что-то я не понял. А, это ширик. Потому что здесь он делал выдержку секунду, тут он делал на ширик опять выдержку 10 секунд. И умный как бы, здесь тупой почему-то. Далее, лестница. Вы посмотрите. Четкая, деревянная, зеленая, непонятно какая. На ширик лестница. Тут ширик как-то пошире получился, да? Намного чем вот здесь. Видите, насколько он получился шире. И при этом ярче, намного ярче, но не сказать, что атмосферней снимок вышел. Вот, далее цветопередача коврика абсолютно разная. Я бы сказал, что этот ковер вообще оранжевый примерно. Вот Samsung, я думаю, правильно передает цвет. Хотя, я бы сказал, что он чуть-чуть потемнее, чуть более оранжевый, чем он есть. На самом деле, наверное, здесь справа более правильная картинка, на самом деле. Вот, значит, здесь все. Ну, как-то вот так, плюс-минус одинаково. В темном углу лучше мэйд все-таки. Видите, ну, лучше мэйд, как ни крути. Лучше? Лучше. Это ширик. Опять ширик намного шире на 40-м. И он мало того, что шире, он как-то и поконтрастней, он как-то и поприкольней. Так что, если уж мы займем его как шире, который реально должен быть широким, ну, Huawei 50-й уже лучше. Далее, зум 3,5х против 5х. И здесь сложно, потому что, с одной стороны, по деталям, я бы сказал, картинка лучше справа, но по яркости получилось лучше слева. И поэтому сложно вот так вот решить, вот по этому кадру, что к чему. Поэтому еще один кадр 3,5х против 5х. И смотрите, ну, здесь не пропали болтики с руля, вот эти вот вокруг 5 штук, да? Здесь они просто исчезли. Просто пропали полностью. Вообще, как будто бы их нету. То есть кадр переделан абсолютно неправильно. Как будто бы их фотошопом замазали. Это ужасно неправильный подход к обработке фото. И сам куб, который должен быть красного цвета, на 40-м мэйте, может за счет экрана вонючего, может за счет и камеры тоже, конечно же, он недостаточно красный. Далее, 10х зум. Ну, это же вообще, ну, что вы творите, Ховый? Куда делись болты на руле? Куда делись болты на руле? Здесь тоже по два болта пропало. Тут какая-то смаз. Ну, ужасно. Samsung, смотрите мои старые видео, ни разу такой херни не делал с того расстояния. Это просто ужасно. Теперь в хорошем освещении 10-кратный зум. Ну, здесь все плюс-минус одинаково. Так. Да. Далее, здесь все лучше на 40-м по цветам. Ой, на 50-м, на 50-м лучше по цветам и по деталям веточек. Далее, еще один кадр. Смотрим на рисунок протектора. Ну, чуть больше вытягивает он детали из темных участков кадра. То же самое. И здесь, ну, я бы сказал, побольше, опять же, деталей на 50-м, 50-м, да. И вот здесь вот мы сейчас точно поймем по надписям. Так. Ну, кварцевый читается и там, и там. 25 кг. Кг не читается ни там, ни там. Но, в принципе, наверное... Я даже не знаю, где чуть-чутьче. Ну, прям одинаково. Но, наверное, чуть-чуть посветлее снимок слева, что ли, да? Туда вглубь чуть лучше видно. Наверное, да. И это потом я делал в начале видео, этот кадр в темном помещении, когда здесь была выдержка короткая, здесь длинная, и все из этого смазалось. Вот такой вот обзор получился. Не супер короткий, не супер длинный. Так-то телефоны приятные, классные, но по экрану однозначно лучше пи. По камере пишка не хуже. И кроме как разблокировки прикольной по лицу и того, что экран побольше и побольше закруглен, кому это нравится, я причин брать мейт 40-й сейчас абсолютно не вижу. И 50-й тоже я бы не торопился брать. Многие его так хвалят, говорят, что он такой крутой, такой классный. Как минимум я заметил, что экран там херовый. Мне кажется, даже хуже, хуже, чем в 50 Pro. Такой же, как в мейте 40-го, мне кажется, там экран подсветной передачей. Я такие экраны не люблю. Я сторонник насыщенных цветов. Хочу, чтобы красный был реально сдуреть, каким красным. И так, как и любой другой цвет. Без каких-либо желтоватых, зеленых оттенков. Это во-первых. Во-вторых, я бы сказал, что камера, вот в магазине я включил просто 50 мегапикселей. Fold 4 и Mate 50 Pro. Сфоткал ценники, на Fold 2 видно, на Mate не видно. Понятно, что я не фоткал портреты, я не фоткал ширик, я не фоткал телевик. Но телевик там лучше, чем на Fold 2. Уж понятное дело. Но Fold это вообще не про телевик. Тут трешка и без перископной системы. Вот. Надо с Ultra сравнивать. И, короче говоря, как-то я вообще не впечатлился. Что хотите, то и говорите. Можете говорить, что я брехун. И кто взял Mate, он действительно, может быть, кто умеет фоткать в Pro режиме, там настраивать все эти настройки, он скажет, что Mate лучше. Но я, любитель, достал, сфоткал. Вот я достал 50 мегапикселей там, и там сфоткал, сфоткал, и получилось на Samsung лучше, на Fold. Вот и все, что я вам могу сказать на данный момент. Когда мне попадет, я сделаю много таких кадров более-менее и дам более объективное сравнение. А так, по покупке этих телефонов, вы можете оба их у меня купить. P40 вместе с коробкой, быстрой зарядкой, нет, не быстрой зарядкой, по-моему. Просто с коробкой, чехлом вы можете купить у меня за 45 тысяч рублей. Задняя крышка в идеале, экран как новый, тоже под защитной пленочкой. Тут все супер вообще без нареканий. Huawei, значит, вы можете купить за 42 тысячи без комплекта. Еще у меня есть часы Galaxy Watch, нет, не Galaxy, Huawei Watch GT Runner. Их отдам за 7 тысяч, допустим, вам. Они в идеале вроде бы с коробочкой. А вот этот Mate 40 без коробки. Задняя крышка без царапин, стекло камеры без царапин, не вскрывался, не ремонтировался. На экране защитная пленка, ну, по состоянию, допустим, там 4 типа и 7 из 5, как-то вот так. Но, в принципе, с ним все хорошо, то есть он без выгораний. Аккумулятор тоже в идеале. Ну, какие-то мелкие костки для бу-телефона, это вообще норма такой, я даже не описываю. На рамке там что-то она, конечно, найдет, если будете присматриваться. Вот, Huawei 50, и, наверное, практически ничего не найдете. Так что как-то вот так.